С января 2018 года работавшим пенсионером, прекратившим трудовую деятельность, будет выплачиваться полный размер пенсии с учетом всех индексаций, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем их увольнения. Это стало возможным благодаря принятию 134-го федерального закона, который внес изменения в действующий федеральный закон о страховых пенсиях. В настоящее время в соответствии с пенсионным законодательством при своевременной подаче работодателям сведений в пенсионный фонд возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты в полном размере происходит спустя 3 месяца с даты увольнения работавшего пенсионера. С января 2018 года выплата полного размера пенсии будет реализована также спустя 3 месяца после его увольнения, но эти 3 месяца пенсионеру будут компенсированы. С января 2018 года также вступает в силу федеральный закон 162-й, который вносит изменения в действующий федеральный закон о государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации. Изменения касаются части пенсионного обеспечения детей, оба родители которых неизвестны. Данные дети с января 2018 года, согласно вышеуказанного закона, будут иметь право на социальную пенсию, что и дети, которые потеряли обоих родителей или единственного кормильца. Социальная пенсия таким детям будет выплачиваться до 18 лет, а также старше этого возраста, в случае, если они будут обучаться по очной форме, по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность до окончания обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет. В случае усыновления таких детей, они теряют право на данный вид пенсии, и выплата данного вида пенсии прекращается им с первого числа месяца после их усыновления. Согласно федеральному закону 178 государственной социальной помощи, неработающие пенсионеры, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации, имеют право на получение федеральной социальной доплаты к пенсии. При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитывают суммы следующих денежных выплат. Первая пенсия, в том числе сумма, полагающая страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии и накопительной пенсии. Вторая, срочная пенсионная выплата. Третья, дополнительное материальное обеспечение. Четвертая, ежемесячные денежные выплаты, включая стоимость набора социальных услуг. Пятая, иных мер социальной поддержки, установленных законодательством субъектов Российской Федерации в денежном выражении. Разница между общим материальным обеспечением и прожиточным минимумом доплачивается пенсионеру из федерального бюджета. Если пенсионер прекратил трудовую деятельность и у него суммарный доход не доходит до прожиточного минимума, ему необходимо обратиться с заявлением о назначении или о возобновлении федеральной социальной доплаты в случае, если он уже получал данную доплату. Размер федеральной социальной доплаты к пенсии пересматривается в случаях изменения величины прожиточного минимума в субъекте, индексации размеров пенсии и других выплат. Пенсионеры, которым назначена федеральная социальная доплата к пенсии, при устройстве на работу обязаны проинформировать об этом управление пенсионного фонда по месту нахождения пенсионного дела. Пенсионерам, у которых право на федеральную социальную доплату появляется впервые, необходимо подавать заявление о назначении федеральной социальной доплаты в управлении пенсионного фонда по месту получения пенсии или можно обратиться в ближайшие многофункциональные центры, так как социальная доплата устанавливается и выплачивается с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления о ее назначении. Ежегодно с 1 августа производится корректировка беззаявительный перерасчет страховой части работающим пенсионерам, исходя из суммы страховых взносов на страховую пенсию, не учтенных при определении величины индивидуального пенсионного коэффициента для исчисления размера страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности при их назначении при вводе с одного вида страховой пенсии на другой вид, а также в предыдущем перерасчете. В августе текущего года также был произведен перерасчет работающим пенсионерам, и с 1 августа 2017 года они получили свою пенсию в повышенном размере. В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от корректировки носит индивидуальный характер. Ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера, пересчитанной в пенсионные баллы, количество которых составляет не более 3 баллов. В 2017 году увеличение страховой пенсии после корректировки составило не более 235,74 рубля.